Здравствуйте! Сегодня седьмая лекция по теме эссе «Порядок и написание». Планы лекции, понятия эссе, структура эссе, технология написания эссе, этапы работы, виды эссе. Слово эссе – это от французского происхождения, означает «опыт, набросок, очерк». Эссе определяют по нескольким признакам – наличием элемента сочинения, авторским отношением к теме, включением основных понятий, предложений, дефиниций, указывающие на то, что автор владеет знаниями в той или иной области науки, краткостью изложений, не требуется исчерпывающий ответ. Итак, эссе – это сочинение рассуждений небольшого объема, со свободной композицией, выражающее субъективные отношения, знания по конкретной теме, не претендующие на полноту ее раскрытия. Эссе помогает учащимся, студенту развивать логические мышления, формирует у него умения составлять деловые, научно-популярные письма, обращения, письменно излагать собственное зрение и отношения. Каждый человек пишет эссе по-разному. Кто-то считает, что следует излагать только свои представления, убеждать в правоте собственных взглядов. Другой же аргументирует мнение с помощью общепринятых знаний в той или иной области и ссылается на авторитетное высказывание. Однако писать эссе не так легко. Чаще всего тот, кто пишет эссе, сталкивается с определенными трудностями. Например, он легко сходит с заданной темой и начинает плавать вокруг, кто около нее. Его не покидает ощущение того, что недостаточно использовать академические понятия для раскрытия темы. Он понимает, что аргументировать свои отношения к обсуждаемой теме с помощью примеров из повседневной или общественной жизни не так-то просто. По своей структуре эссе состоит из трех частей – вступительной, основной и заключительной. В зависимости от темы, объем текста может варьироваться от одного из того трех. Технология написания эссе «Этапы работы». Для правильного написания эссе необходимо соблюдать и исследовать общепринятные правила. Необходимо сформулировать тему эссе, писать на заранее и незадимое. Продумать эту тему, вспомнить, что изучалось, какие определения и ключевые слова могут раскрыть ее. Начать писать наброски с основной части эссе, так как она важнее и оставляет суть изложения. Вначале пишут черновые наброски в свободной форме, фактически те мысли, которые пришли в голову. Наброски должны быть в виде коротких кейсов аргументов. Чтобы не сбываться с темы, следует несколько раз перечитывать то, что написали и ставить вопросительные знаки там, где требуется дополнение. Весь текст эссе желательно разбить на пункты и подпункты. Для конкретизации вопроса под пунктами могут стать аргументы, примеры. Итак, эссе состоит из трех частей. В отступительной части констатируется главная идея темы или же дается авторитетное изречение ученого, политика, философа и прочее. Необходимо высказывать отношения к теме. То есть согласен ли я автор с мнением или не согласен. В основной части автор опирается на знания по обсуждаемой теме, приводит к точке зрения по рассматриваемой проблеме. Он составляет тезис, обосновывает его аргументами, примерами, дает ответы на спорные или доказываемые осуждения. Эссе будет неполным по содержанию, если в нем не приведены примеры из конкретно жизненной ситуации. Он не должен быть написан только в теоретическом ключе. В заключительной части эссе автор не должен доскопно повторить доказываемое суждение, чтобы не было каталогии. Ему следует написать убедительно, используя иные словосочетания, выводы, подтверждающие основные идеи. Идею изложения. Графический эссе выглядит таким образом. Перед вами рисунок, график поисков. В циклической форме она приведена. В центре вставлена проблема. Второе – это введение. Потом последовательный тезис, краткое содержание. Аргументы приведенные. И заключение. То есть можно оформить в такой форме. Виды эссе. Видов эссе много. Пишут философские, исторические, религиозные, литературно-культические, на тему морали и нравственности, экономических проблем развития общества и прочее. По своей форме они могут быть в виде заметных, писем, лирических миниатюр, философских рассуждений. По стилю изложения – свободные, почти что разговорные, аналитические, описательные и прочее. Самое простое изложение темы мы встречаем в эссе описания. Фактически описывается какой-то объект или отношение к субъекту через призму чувств и переживаний. Здесь нет места критики. Наоборот, автор пытается обратить свое внимание на отношение к описыванию объекта или субъекту. Используют эпитеты, метафоры. Например, описание всей прелести утренней зари или момента охоты и прочее. Эссе – описание вполне применим, как метод фиксации обряда, ритуала, явления при изучении не только исторических, но и географических, филологических и других наук. Эссе-повествования чаще пишут на занятиях по истории, политологии и философии. Здесь акцентируется внимание на события, время и ход действия. В заключении обязательно указывается значимость события и роль деятеля в нем. Этот вид эссе еще называют дискриптивным. Например, роль исторических деятелей в тот или иной период истории. Эссе-определение указывает на то, что необходим анализ того или иного понятия, на которое приводится определение. Например, полис – как форма организации древнегреческого общества. Пытаясь раскрыть суть понятия, автор использует сравнительно исторический метод, описывает признаки полиса, приводит к институтрации, примеры, заключая в повествовании выделения положительных и отрицательных черт этой организации общества. Эссе-сравнение пишется тогда, когда сравниваются анализируемые понятия, исторические личности проводятся между ними параллели, отмечаются сходства и отличия. При этом автор должен высказать собственные отношения к примерам. Если же это повествование он закрепляет иллюстрациями, то оно переходит в эссе-иллюстрацию. Любая форма эссе должна строиться на принципах свобода изложения, соблюдение структуры написания, учета причинно-следственных связей, описываемых или анализируемых тем, аргументированности положений, четкости соблюдения правил письменной речи, краткости и лаконичности изложений, связи субъективно-абективных отношениями. Эссе классифицируется по следующим бактериям с точки зрения содержания философскими, литературно-критическими, историческими, художественными, художественно-кулистическими, духовно-религиозными и других. По литературной форме в виде рецензий, лирической миниатюры, заметки странички из дневника, письма и другие. Спасибо за внимание.